Конкурс «Живая классика» МБУ гимназии номер один, Лапина Алена, 9-й В-класс. Марина Цветаева, повесть о Сончике. Как я люблю любить! А вы когда-нибудь забываете, что любите, когда любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот. Там стонет, а здесь и слов нет. Какие они дикие дураки! Те, кто не любят, сами себя не любят. Будто бы дело в том, что вы тебя любили. Нет, я, конечно, не говорю, но встаешь как в стену. А вы замечаете, как они, даже самые как будто любящие, так боятся сказать это слово? Как они его не говорят? Мне один объяснял, что я так грубо отстала, что зачем слова, когда есть дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему нет. Дело еще ничего не доказывает. А слово все. Мне ведь только этого человека и нужно. Люблю и больше ничего. И пусть потом он как угодно не любит, что угодно делает, я делам не поверю, потому что слово было, и я только им и кормилась. Оттого так и отощала. Знаете, мне всегда хочется сказать, ты скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, если я первым скажу, то первым никогда уйти не смогу. А я никогда в жизни первой не уходила. И сколько мне Бог еще отпустит, первой не уйду, я просто не могу. Я и в себе никогда первой не уходила. Никогда первой не переставала любить. Всегда до самой последней возможности, до самой последней капельки. Как в детстве. Пьешь и ужарка от пустого стакана. А ты все тянешь, тянешь. И только собственный пар. Вы будете смеяться. Я расскажу вам короткую историю в одном турне. Неважно кто, совсем молодой, и я безумно в него влюбилась. Каждый вечер он садился в первый ряд. И бедно одетый не по деньгам садился, а по глазам. И на третий вечер так на меня смотрел, что казалось, либо глаза выскочат, либо сам на сцену вскочит. Говорю, двигаюсь, а сама все кашусь. Ну что, еще сидит? А он глядел, как завороженный, как будто я его каждым словом, как на нитке, притягивала. Это чувство должно быть скрипачи. Вернее, смычки, реки, пожары. Что вот тот выскочит в меня, как в костер. Я не знаю, как доиграла до конца. У меня все время было такое чувство, что в него, в эти глаза, оступлюсь. И когда за кулисами, за этими несчастными кулисами, мы с ним поцеловались, целовались, я ничего не почувствовала, кроме одного — спасена. Длилось это все слишком коротко, говорить нам было не о чем. Вначале я все говорила, говорила, а потом смолчала, потому что так нельзя, чтобы на мои слова только глаза, только поцелуи. И вот лежу я утром, да утром. Еще сплю, уже не сплю. И постоянно себе что-то повторяю. Губами, словами прислушалась. И знаете, что это было? Еще понравься, еще чуточку, минуточку понравься. Вы только не подумайте, я не ему спящему говорила. Мы живем в разных местах, да и вообще. Я воздуху говорила. Быть может, Бога просила. Еще немного выдержать. Выдержала. Он не смог, я смогла. И никогда не узнал. А я никогда не забуду, вот это не наврала, потому что любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват в том, что он мне больше не нравится. Это не его вина, а моя беда. Все равно, что разбить сервис и злиться, что не железный.